Более 33 тысяч жителей Виднусской земли ушли на фронт. Погиб каждый третий. Выступая перед собравшимися на торжественном митинге в честь 9 мая в поселке Развилка, глава Ленинского округа Станислав Катаров отметил важность сохранения памяти о каждом, кто внес свой вклад в победу. Наши земляки участвовали в боях за Москву, курс в Сталинград, дошли до Берлина. Те, кто остался в тылу, работали в колхозах, на заводах, помогали выхаживать раненых в госпиталях. В нашей памяти вечно будет жить подвиг тех, кто ценой тяжелейших усилий, не щадя своей жизни, освободил мир от фашизма. Нынешний праздник отмечается с особым чувством. И сейчас, как более 70 лет назад, жители округа, участвующие в СВО, защищают рубежи России. Лишь благодаря работе наших ребят, мы, наши жители, мы можем спать спокойно. И от всей души хочу пожелать нам всем, конечно, мирного неба над головой, крепости духа, единства, стремления приближать нашу новую победу. С теплыми словами и пожеланиями к участникам специальной военной операции обратился и житель поселка Развилка, ветеран Великой Отечественной войны Александр Александрович Ковальчук. Как участник той войны я хочу передать нашим ребятам, которые сегодня сражаются за свободу, за величие нашей Родины, пожелания здоровья, успехов в их боевых действиях. И, естественно, скорейшего возвращения на Родину. Эти цветы – дань уважения не только тем, кто в далекие годы защищал страну с оружием в руках, но и людям, в жизни которых война оставила глубокий след. Война началась, мне было шесть лет. Да, закончилась. Сколько я забыла? А закончилась уже девять. Я в школу ходила. Вы не помните. Да, я немного. В Северской области жила. Очень холодно было. Немцев у нас не было, но просто страшное дело было. Отрадно, что среди тех, кто сегодня принес цветы к памятнику защитникам Отечества, немало молодых людей. У меня воевал прадед, его зовут Чистяков Иван Федорович. И он участвовал в блокаде Ленинграда и перевозил продукты и медикаменты через дорогу жизни. Именно память о тех событиях, передающаяся из поколения в поколение, является залогом мирного будущего России. Максим Козлов, Наталья Буслаева, Алексей Астафуров, Гульнар Балаева. Видное ТВ.